Добрый-добрый вечер всем! Проводили мы нашего друга Артема. Сел он в поезд и уехал в Москву. Вот, а я иду. Сейчас я на привокзальной площади. Какая красота вокруг меня. Смотрите, как красиво, и снег колоритно засыпал елки. Это же вот красота. Мы сегодня побывали в парке сказок. И вот такая же тоже где красота. Правда, зима это сказочное время года. Чтобы что не говорить, что прекрасно лето, что прекрасная осень. А как же прекрасная зима. Ребят, посмотрите, как красиво. Вот, я не знаю, какое-то вот такое великолепие. Зима, зимняя. Величие зимы, царственность зимы. Зима как-то замедляет ход времени. А зима как будто, знаете, она как бы говорит о том, что часы нашей жизни тикают на самом деле. Вот на часах 985 год. Это год образования Брянска. 985 год. Посмотрите, сколько Брянску лет, да? Посчитайте, сколько нашему Брянску лет. Сейчас 2023, минус 985. У кого калькулятор рядышком? И вы знаете, сколько людей здесь в этой вот точке стояло, ходило, древних людей, да? До меня. И зима нам показывает, что есть пора рассвета, весна. Есть пора цветения, лето. Есть пора увядания, осень. И есть пора зимы, смерть. По сути, зима это свертит. Мороз, холод. И как бы все живое умирает. Но обычно зимой опять весна. И так все время. И так и человеческая жизнь. Рождение, жизнь, рассвет, потом старость. И потом домики нас таком деревянном, да? Кого-то жгут, кого-то хоронят. И в общем-то, и в принципе есть воскресенье из мертвых. Ведь мы читаем молитву и говорится о том, что верую в единого Бога, да? И воскресенье из мертвых мы едем. Вот что. И вот как Господь нам показал, на временах года. Времена года это вот показатель того, что и жизнь человеческая также связана с такими циклами, с такими временами года. И вот, знаете, есть в возрасте любом хорошее, есть в любом, любом моменте нашей жизни что-то хорошее. Обязательно что-то хорошее. Что-то утешительное, если не так утешительная жизнь. Что-то мы находим утешение, Бог его посылает в чем-то. И если у вас нет там, вот, мужчины, да, в жизни, он посылает вам друзей. Я сейчас вот на опероне встретилась с Димой, друг мой. Я с ним работала, он проводник. Мне сейчас замуж вышла, он говорит, Ленка, возьми меня в любовники. А мы сейчас мемцы ставим на перроне. Я говорю, ты помнишь, что я говорил? Возьми меня в любовники. А он говорит, а чего ж ты это самое испугалась? Я как-то побоялась. Вот, я замуж только вышла, такая была верная жена. Что такое любовник для меня? Это нарушение вообще каких-то основ. И это, ну, не в моих правилах. Вот. Я считаю, что отношения должны одни заканчиваться, а другие начинаться. Нельзя быть вот в таком плане любовницей, тайной какой-то, знаете, тайной для мужчины, наряду с женой там, с супругой, да? Это не мое. Кто-то там напридумывал, может, сейчас про меня, про Артема, да, что я любовница. Не, ребят, я могу вас успокоить, не любовница, это мой друг. Это чисто вот просто мой такой друг, товарищ такой, вот. Мужчина может быть другом. Кто-то говорит, может ли быть мужчина другом? Может, может быть мужчина другом. Может. Я считаю, что может. Вот. Не все мужчины, кажется, ложатся с нами в постель, и мы не со всеми ложимся в постель. Вот. Мы расстаёмся друзьями, мы остаёмся какими-то товарищами, сотрудниками, может быть, какими-то коллегами, да? Мы не совсем жены спим. Так что вот такие вот дела. И пойдёмте вам покажу. Знаете, какие красивые снежинки? Ох, как красиво, да? Вот. Вот представляете, вот люди, ну, где-то вдали от города, да? Я уже себе жизнь вот без этих огней, мерцающих, вот, не представляю. Вот когда они тысячу отключают, да, замечали, какая тоска берёт человека, да, душевная такая тоска. Вот. Вот. Я люблю природу. Ну, я такую деталь. Я любя города. Вот, вот скажу. Ну что, солнышки мои, вот такой приводитель совершаем его. До новых встреч. С вами была я, Лена Лето. Из интернета.